80% случаев возникновения пожаров на лесостепных массивах халатность людей отмечают специалисты. В первую очередь, это незнание элементарных мер пожарной безопасности. Для того, чтобы заполнить этот пробел, для отдыхающих детско-учебно-оздоровительного центра Балдаурен провели акцию «Безопасное детство». Встреча началась с беседы с детьми. Спасатели рассказывали о правилах пожарной безопасности и провели викторину. Также поделились секретами своей работы. Кроме этого, ребят научили правильной технике спасения утопающего на воде. Да, да, в воду прыгаете и плывете к нему на помощь. Подплыли к нему и захват как берете? Спереди, сзади. Вообще, да, желательно сзади подходить. Мероприятие получилось масштабным и динамичным. Шесть основных локаций, где дети пробовали на себе роль пожарного спасателя. Все было наглядно, что особенно запомнится детям. Сегодня из этого урока я узнал, как делать первую медицинскую помощь и собаках, которые работают в полиции или в каких органах. И я узнал, что делать в приступах, к примеру, если человек тонет или задыхается. После того, как мы его достали из воды, мы поначалу проверяем, дышит он, пульс. Волонтеры общественной организации «Красный полумесяц» наглядно продемонстрировали правила оказания первой медицинской помощи. После пожарные показали принцип работы пожарной машины. На территории Республиканского учебно-оздоровительного центра «Балдаурин» были проведены ряд мероприятий. Такие как оказание первой помощи при восстановительном боковом положении, сердечно-лёгочной реанимации и алгоритм первой помощи. У отдыхающих детей расширяется кругозор знаний в области пожарной безопасности. И самое главное, детям с малых лет прививается пожаробезопасное поведение в различных местах. При проведении пожарно-профилактических мероприятий сотрудники департамента проверяют навыки, алгоритм действий обучающего и обслуживающего персонала на случай возникновения ЧАЭС. Звездой мероприятия стала поисковая бельгийская овчарка по кличке Аксель. Отметим, именно она участвовала в поисках пострадавших после землетрясения в Турции.